привет вам любители комиксов и сегодня у нас на обзоре очередной спецвыпуск мира фантастики под номером 6 и под названием старые добрые видеоигры давайте без лишних слов начинать так выглядит лицевая сторона обложки очень крутая считаю очень прикольная и с большим количеством различных отсылок пасхалок в общем для фанатов видеоигр особенно те которые скажем так росли в 90-х в начале двухтысячных я думаю что это действительно целый подарок ностальгии корешок выглядит таким вот образом и задняя сторона журнала выглядит вот так давайте посмотрим что внутри здесь у нас небольшое предисловие и начинаются начинается прям совсем совсем древность первые игры которые я думаю что все помнят тоже все знакомы те самые space invaders с которых по большому счету многое и начиналось pacman или pacman metroid игры марио в общем здесь каждая страница это целый праздник для фанатов видеоигр легенда о зельде заодно каждый может посмотреть и проверить а во что он играл что он пропустил и что стоит наверстать серия street fighter golden x prince of persia сколько я нервов убил в этого принца персию на дэнди тогда еще играл на пиратской лес получается если я все правильно помню давно это было сколько крови у меня эта игра попила sonic конечно же великая и ужасная moral combat dangerous day in the hunted mansion это мне даже не знакомая история еще один страшный удар моего детства это battle tots адски непроходимая игра the lost vikings в общем думаю что сейчас у всех скажем так плюс-минус моих ровесников и тех кто постарше свело олдскулы как говорится костыльвания конечно же мид бой спейс квест лум гоблинс чего здесь только нет monkey island конечно же шикарные квесты трилогия the legend of kirandi такого я не слышал такое я не играл mist куда же без него disk world тоже я такого не помню я в такое не играл full throttle конечно же вещь невероятно крутая как и грим фанданга думаю что под этим ностальгирующим роликом под этим обзором многие много будет комментариев на тему того кто во что играл оставляйте с удовольствием почитаю и отвечу на ваши комментарии будет интересно обменяться мнениями neverhood петька василь иванович великолепная наша наш ответ скажем так квестом longest journey сайберия да конечно много всего интересного metal gear с гениальным хидео кодзимой будет интересно посмотреть на ремейк по моему там третья часть есть не ошибаюсь да снайки торже будет в качестве ремейка посмотрим чего из этого получится том рейдер вангеры моя любовь обитель зла resident evil это одна из моих любимейших серий сурвайвл хорроров прошел все что можно было пройти по несколько раз остался безумно доволен от ремейка 4 части и теперь жду ремейк 5 будет интересно посмотреть как они с ним справятся devil may cry конечно же тоже прекрасный слэшер систем шок вышел этот ремастер собрал кучу негативных отзывов насколько я знаю к сожалению diablo 4 я пока еще не успел опробовать но в планах до конца лета все-таки к ней прикоснуться тоже будет интересно посмотреть сиф ну короче вы сами понимаете что что ни страница то праздник ностальгии и фан-сервиса сайлент хилл вторая серия была после resident evil у меня в плане любви правда она потом скатилась и теперь я жду ремейк 2 части в надежде что будет интересно american магии элис конечно же хоббит гарри поттер в детстве на playstation 1 я в первую вторую часть играл до дырок вообще но после третьей части игры стали все хуже и хуже и я забросил это дело но вот первые две у меня остались в душе как такие прям прекрасный опыт прекрасные интересные игры beyond good and evil shadow of the colossus я вот кстати говоря shadow of the colossus так и не осилил согласен что игра интересная прикольная но вот она такая медитативная репутативная что у меня периодически остановилась скучно и я бросал его вот несколько раз начинал так и не прошел и снова принц персии но уже осовремененный интересно будет ли здесь серия souls игр demon souls dark souls и прочее вот эта серия тоже моя любовь наравне с резидент evil ассасин крит к этой серии отношусь прохладно пару с номерных частей я проходил но за серии особо не слежу не не фанат год of war однозначно да особенно вторые третьи части новые версии в кандидавской мифологии хороши спору нет но все-таки вторая и третья части мне нравится больше фаренгейт отличная игра по крайней мере первая половина dark messiah might of magic очень мне нравилось в свое время эта игра я наверно только с третьего раза понял как в нее играть и смог ее пройти потому что она довольно хардкорная была и в детстве я не очень понимал чего от меня хотят как там можно сражаться с этими самыми орками прочими врагами которые тебя там с полпинка убивают портал и uncharted еще две культовые вещи изменившие игровую индустрию а ну его собственно я demon souls здорово отлично это радует как раз таки при выходе playstation 5 вышла ремейк я с удовольствием не поиграл прекрасная вещь так что если вдруг не играли рекомендую алан вейк еще один очень интересный практический игра фильм с точки зрения сюжета и нарратива жду вторую часть безумно очень хочется посмотреть что там получилось у remedy натворить wizardry я не играл пропустил ничего сказать не могу конечно же рыцари меча и магии might and magic прекрасная пошаговая тактика стратегия было интересно во все дело играть но как все знают я думаю что серия довольно шире распространена чем просто номерные части героев меча и магии непосредственно final fantasy еще одна невероятно огромная и крутая серия вот буквально на днях я записываю ролик вышла 16 номерная часть жду тоже диск чтобы посмотреть и приобщиться к тому интересному надеюсь опыту который там нам разработчики натворили створили но если говорить про старые серии номерные я в общем-то проходил далеко не все а вот из всех игр final фэнтези серии которыми запомнилось больше всего это final fantasy tactics это ответвление пошаговая она выходила очень много лет назад тоже наверно в 90-х где-то плюс-минус так я уже да точно не помню но возможно кто-то из вас тоже с ней сталкивался играл прекрасная игра я в детстве убил на нее не знаю там миллион часов просто она была суперсложная по тем временам супер интересная и очень разнообразная сочетание классов геймплейных возможностей я даже уже вот в зрелом возрасте в институтские годы проходил ее на эмуляторе на компьютере повторно получив массу удовольствия эти две игры мне незнакомые я здесь выпендриваться не буду персона с персоной знакомо очень мало наслышан о том что это действительно интересная серия но к ним и я уже несколько раз говорил что отношусь довольно прохладно и стилистика подобного оформления в играх тоже не очень привлекает покемоны меня прошли мимо я лишь в детстве смотрел их тогда еще по орт теперь уже по первому каналу и с тех пор в общем-то к покемонам больше не возвращалась фоллаут конечно же великий и ужасный арканум landscape torment baldur's gate великий и ужасный опять же очень жду baldur's gate 3 от larian studios надеюсь что и не подведут потому что их divinity original sin первой и второй части оставили очень большое впечатление deus ex отличный киберпанк скажем так elver's cross конечно же never winter nights тоже думаю что многим знакомая kingdom hearts довольно забавный кроссовер серия я даже несколько лет назад купил себе практически все что выходило там большой сборник на двух по моему дисках для playstation 4 тогда еще но до сих пор не дошли руки чтобы пройти так диска валяется хотя фан-сервиса там много и если бы эти игры были у меня в детстве я бы наверное просто писался от счастья скажем так конечно же night of the world republic великолепные игра великолепная серия игр великий и ужасный world of warcraft который сожрал у меня тоже очень много времени в конце школы и в начале институтских годов было конечно забавно и интересно fable ждем новую часть от microsoft надеюсь не подведет vampire the masquerade bloodlines прекрасная вещь шикарнейшая ролевка наверное всех времен народов повторить ее успех в общем-то пока никто и не смог как мне кажется по крайней мере jade empire опять же пропустил наслышан но так руки не дошли mass effect я считаю что трилогия в целом удачная некоторые конечно моменты там есть спорные в том числе и концовка но если смотреть глобально все таки трилогия получилась прекрасной ведьмак опять же еще одна моя любовь прошел до дырок все три части отличная игра гигантских просто размеров масштаба и проработки dragon edge origins тоже еще одна моя любовь тех времен когда bioware действительно делали хорошие игры mech warrior я пропустил когда-то там играл буквально в одну в одну часть но как-то мне не зашло вульфенштейн я также пропустил и знакомился уже с ним в новых реинкарнациях когда уже он был в полном 3d вот когда его издавали ой хотел бы сказать забыл кто там их издавал те же самые ребята что делали doom если я правильно помню ну в общем вы меня поняли в комментариях если что напомните забыл я студию которая занималась и занимается сейчас разработкой вольфенштейн the new order the new blood и вот эта вся история со старым классическим вольфенштейном я не знаком doom а вот может быть как раз таки здесь и написано кто делал doom современный попытаюсь быстро пробежаться и может быть даже и увижу но что то как то нет в глаза не попадать а вот точно id software все все встал на свои места id software точно в общем я знаком с вольфенштейном именно с их работы quake опять же был у меня второй quake на playstation 1 ох я там тоже по пострадал и повоевал от души дюк куда же без него отличная тоже вещь вторая и третья части в детстве у меня отнимали много времени удовольствия чего не скажешь о том что было потом half-life тут мне кажется и комментарии мои уже излишни aliens versus predator чужие против хищника я включил мне не понравилось я выключил поэтому ничего сказать не могу left for dead подобного коп формата игры я не очень люблю поэтому пробовал играл неплохо но не мое halo в принципе прошла мимо меня я не фанат этой серии и не получают ни удовольствия поэтому ничего говорить не буду сталкер отдельная да культовая классика жанра посмотрим что получится у второго сталкера но надежд больших не возлагаю если честно bio shock отличная серия с удовольствием прошел получил массу удовольствия каждая часть по-своему интересная особенно конечно же первая и третья infinite они конечно вообще потрясающий dead space та игра которая меня когда она вышла заставила бояться и не играть в нее по ночам это был наверное первый такой survival horror в котором было страшно играть ночь вот такое вот откровение но я проходил ее днем и в общем то остался доволен в ремейк я еще не успел поиграть недавно проходил первую вторую части ну собственно старые старые версии с хорошими наушниками в общем звук там конечно божественный это прям до мурашек можно сказать третий dead space мне не очень понравился поэтому я считаю что dead space отлично это вторая первая и вторая части king's bounty я тоже пропускал поэтому ничего не скажу герои меча и магии теперь уже детализировано конкретно про именно про героев а не про всю серию ну я ознакомился с серией с третьей части наверное как и многие третья четвертая пятая и далее но в общем то лучше третьей наверное особо то ничего и не получалось сделать позднее дюна у меня по моему была дюна не помню какая то дюна 2000 что ли называлась или дюна что то как то так называлась игра была прикольная была прикольная стратегия было интересно играть как и в серию common and conquer тоже был у меня по моему red alert серия на playstation тоже была забавная интересная стратегия в свое время получал много фана варкрафт ну опять же с варкрафтом я знаком с третьей части особо сказать нечего отличная вещь как и starcraft 2 у нас в школьные годы было два фан клуба одни рубились сутками в кабинете информатики в starcraft а другие в варкрафт и каждый день спорили чей крафт star или вар лучше скажем так эти игры я пропустил не знаю ничего дать не буду про них dungeon keeper играл не оценил диалоги disciples в общем то вторая часть мне понравилась даже третья была ничего как мне кажется но она конечно атмосферой прикольная но вот в остальном она довольно слабенькая мне кажется космические рейнджеры было такое время тоже warhammer 40 тысяч dawn of war интересная вещь интересная игра в свое время тоже отняла кучу времени а в последние годы это же время отнимал total war warhammer соответственно if онлайн никогда не играл очень много знакомых в нее рубились зависали но я прошел мимо этой серии этой онлайн игры точнее ну в общем то и все и так получился довольно длинный обзор на каждой странице сами останавливались о чем то говорили здесь содержание достаточно большое большое количество игр и в общем то я думаю что все кто что то мог пропустить в свое время благодаря этому журналу этому выпуску смогут наверстать и либо поностальгировать либо приобщиться как говорится классики ну а у меня на сегодня все и увидимся в новых обзорах